Без этого никуда. Если вы сделали раз в месяц, в ряде будет результат. Поэтому каждый ваш день дает результат. Спасибо. Сейчас крутые же будут уступать. Ну все, друзья. Мы не оставаем. Мы продолжаем разогреваться. Движемся дальше. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену участия двух программ путешествий. Если у меня завтра удастся так же, не надо обнимашек. Уже более 300 тысяч. А было полностью. В ее команде 4 новых авто за период пандемии. И на данный момент 7 участников программы путешествий. Друзья, встречайте. Главный организатор ЗОЖ оффлайн и теперь онлайн-песовок. Руби бизнес-лидер Ольга Мазанкова. Новый Руби бизнес-лидер. Это есть ректор. А что надо ожидать? Противник, ага. Что это было? Это было большое групповое фото вот с этими очаровательными дамами. Мамочка, мамочка, нету. Мамочка, нету. Я лучше вот так сделаю. Нас слишком умно. В общем, у нас закончился первый день. Я выступила. Это было безумно страшно. Сначала, потом кайфово. Выдохнули. Получился очень классный кейс. Сейчас не разъезжаемся, едем в гостиницу, включать это дело, общаться. А завтра у нас второй день конгресса нашей девчонки. И завтра у нас снова сделаем выступление. Завтра большое награждение. Потом сапфировой вечеринкой на 64 этаже. У меня дрожат руки. Я до сих пор не отошла. Потому что, ребята, вещать на камеру и вещать вживую, это совершенно разные вещи. Ты привыкаешь к камере, когда ты уже не обращаешь внимание вокруг тебя на руку. Ты говоришь, это одно. Когда ты говоришь в зал, когда они на тебя смотрят, когда они на тебя реагируют, это совершенно другое. И главное, это энергетика. Я безумно рада, что мы смогли это сделать, справились. Я горжусь с нами честно. Вы приехали в гостиницу? Быстренько поскакаем, есть. Но бы ты решила ужин, где много людей. Реканализовать в малом пространстве. Поэтому мы по разным столикам и сейчас быстро утекаем в номер. Вот там часть таши банды. Вот часть таши банды. Вот, располагайтесь, где найдете место. Ужином истекаемся наверх. Ужином истекаемся наверх. С полерни немножко, что предоставить там в номере? А в номере? Нам предстоит ритуал ведьм. Поэтому, кто суеверный, лучше не заходите, не смотрите дальше. Прямо отключайтесь и убегайте. На самом деле, это такая традиция. Есть у нас вот такой вот золотой орден. Покажи. Настоящий зубин. С рубину. Будем посвящать малышей. Все. Все. У меня место есть, по-моему. А почему так мало? В гармонии. А все? А я еще два в холодильник положил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, привет! Сегодня второй день события Уже такая бизнесовая и признательная часть Мы уже меньше волнуемся, но Дима сидит Сейчас в спикерской, сбежал ото всех в тишину Потому что Ну, переживает Переживает немного Ну, все хорошо, все устаканится Успокоится, выступим Вот у нас огромное признание нашей команды У нас более 20 новых человек Которых будут признавать на сцене Топ-лидерские квалификации Топ-лидерские квалификации Настолько душевные Настолько все честные, настоящие И уже родные Хотя мы все с вами в основном Познакомились онлайн Но мы общаемся, мы встречаемся Это реально кайф Буду периодически включаться Показывать интересности Ну и, конечно, признание ребят на сцене Где-то дорогого задают Потому что, ну, честно, нигде Такого признания, такой отдушины ты не получаешь Как предприниматель я, в принципе, нет ни разу Какие бы заслуги не были Ну, это важно, когда твои заслуги подтверждают Очень важно любому человеку, чтобы он договорил И, кстати, так же Мы часто переводим вот такие мероприятия И иногда Ну, кабины уже все английские Там немецкие, турецкие сидят И все переводят Транслируют Прямой речи, да? А турецкие и немецкие кабины сидят Ждут И я так, коллег спрашиваю, ну, чё вы, чё делаете? Ну, чё, говорят, сидим, ждём глагола Сейчас дадут, а потом поймём Ребят, вот такое скулисье Нам сейчас уже выйти на сцену У нас здесь красотки Я сейчас их покажу вам Я ещё камеру не перевернула Нужно в глаз, Маша, смотреть Вот, видишь, вот глаз Смотрите, какие красавицы Кто-то вчера отдавал спичи, да, девчонки? Уже свободные, отдыхают, кайфуют А кто-то сегодня с 8 утра из гостиницы сбежает Угу Мы шли на завтрак Наталья мимо нас бреющим полётом Смотри, какой ты красивый Очень, дай тебе во весь рост к нему У нас там женя или как там? Я тут самый великий человек Мастер своего дела Кирилл, а ты между выступлением Между вот такими прогонами Не прогонами, а когда есть такие паузы Перерыв, да, ты в этот момент Дальше там готовишься Или ты просто отдыхаешь мозгами И что-то делаешь другое? Я стараюсь переключиться и отдохнуть Обязательно Заняться ещё чем-то, да Для того, чтобы напряжение просто ушло А вот если мы говорим про смену деятельности В плане ораторства, выступления каких-либо Не получается так, что Не получается ли так, что Ты сменил деятельность И ты как бы сместил фокус И ты там можешь забыть, тебе сложнее потом настроиться Или это уже профессионализм И ты за секунду включаешься в процесс Нет, я думаю, нужно просто отводить Какие-то минуты Себе перед стартом Чтобы в это состояние войти Но если ты будешь в этом состоянии Находиться очень долго То ты просто можешь перегореть Эмоционально Поэтому лучше, если у тебя есть Перерыв хотя бы там минут 20-30 Лучше Половину этой паузы Точно потратить на то, чтобы отвлечься Вообще на ещё что-то А что ты обычно делаешь? Именно Кирилл Лопаткин? Ну обычно я Общаюсь с кем-нибудь На какие-нибудь ещё темы Другие А если ты ведёшь один И там нет никого с кем ты можешь пообщаться? Обычно я просто что-то читаю Читаю что-то вообще не связанное То есть просто по своим интересам Да, просто чтобы мой мозг ушёл вообще куда-то В какое-то другое русло Отдохнул просто так И потом я обратно Возвращаюсь и понимаю Что он как бы Освежился Смотри, вот ты говоришь, тебе нужны 2-3 минуты На то, чтобы вернуться в ресурсное состояние И опять пойти в поток Хорошо, ты опытный Скажем так, матёрый Вот люди, которые только начинают Первые шаги делают Ситуации ведь всякие Сколько тогда в этом случае Нужен баланс соблюсти Чтобы немножко отвлечься Ну чтобы Я забыл Чтобы вот этого не было Я думаю, что минут 10 этого хватит На отвлечение? А потом обратно Нет, минут 10 хватит на то, чтобы перед Перед уже Перед стартом Вернуться В рабочее состояние Всё, идём Всё, нам нужно Спасибо Всё, мы пошли И вот это была бесплатная школа от Кирилла Лопаткина Которую мы обещали ещё серии назад Ребят, прошу на сцену Встречаем Новых бизнес-лидеров Неугомонных Бросенных Татьяну Фидрия Привет! Друзья, всем привет! Рада Вас снова видеть Вчера мы с Вами разговаривали по премиальному продукту Хотя... Я забыл что сказать Мы недавно сделали сравнительную статистику за февраль Мы сравнили два бизнеса с сетевой и предпринимательских бизнеса. Товарооборот примерно составил одну ту же сумму, но мы будем говорить как будет. В ленином бизнесе мы, с учетом всех вычетов, налогов и зарплат, у нас получилось чисто 130 тысяч рублей. А в сетевой мы чек получили 350 рублей. Где лучше работать? Помнишь, что должны сделать? Сердечко. А вот это вот красота, которая не красоты сделала. Красота, красота. Да. Поэтому кто из Итольятти, Сотвара? Я думаю, Маша, нахожусь. А, любая точка мира. Позже клиента. Позже клиента. Позже клиента. И самостоятельно можно выиграть. Куда ты поедешь или куда ты полетишь? Абсолютно верно. Весь мир перед тобой на практике. Просто ставишь пальцы в бутылочку и едешь сюда. И продолжай отдыхать. Ты можешь дальше продолжать работать и расти еще больше. Конечно. Платиный голос, внимание, друзья, кто сейчас здесь на этой сцене. А мы нужны, да? Алена и Антон Заворцевы. Татьяна и Дырыки Носины. Татьяна Горяшова. Владимир Шевенков. Ларисан Мухоматеева. Саяна Гуруина. Ранин Вахмудов. Ирина Козов. Ольга Балаева. Ирина Ковалева. В январе, когда я был онлайн, прекрасное онлайн событие, мне посчастливилось выйти на связь. Благо, что высокие технологии позволяют это сделать. С очаровательной парой. Молодые ребята, которые в этот момент ехали на автомобиле где-то далеко от Москвы. Светило солнце. Вернее, было паспорно, но как только я им позвонил, засветило солнце. И они, открыв свой гаджет, вышли со мной на связь. Я, пообщавшись с ними, спросил у них, Аленов, Антон, куда вы планируете отправиться в рамках своего бонуса travel. Они сказали, мы хотим поехать на Шерегеш. В то время, пока все остальные путешествуют в Дубай, где-то еще, ребята просто решили поехать на Шерегеш. И сегодня мне приятно увидеться с ними лично, поздравить их лично, пригласить сюда Алены и Антон Заборцевы, участники автопроекта, победители программы путешествия в топ-5 рейтинга Platinum travel бонус. Давайте и поаплодируем. Ребята, я даю микрофон вам. Антон, жму руку, приветствуем вас здесь. Поделитесь своими эмоциями, поприветствуйте нас и вам слово. Приветствуем всех, друзья. Нас зовут Алены и Антон Заборцевы. Мы победители программы путешествий и забираем максимальный travel бонус 4 тысячи долларов. Мы победили с вами и обязательно увидим новых игрок, которые смог присутствовать сегодня на событии, чтобы вручить вам золотые значки и поздравить на юбилейной сцене в компании. Алены и Антон Заборцевы приедут к нам и мы сможем наконец-то насладиться совместным праздником, совместной встречей с друзьями. Но я хочу сказать, что... Где-нибудь вы видели, чтобы вы так руководители встречались? А гром через них? Вот где-нибудь вы видели, чтобы вы так встречали руководителя? Со своими результатами все стереотипы, которые сегодня есть в этом мире. О том, что невозможно вести международный бизнес, если закрыты традиции. О том, что невозможно зарабатывать деньги, если пандемия. Так, друзья, мы уже стоим одеты. Вот это уже на счету у нас. Это за открытие ранга. Это формальность. Это формальность, да. Следующая премия будет 10 тысяч евро. Потом 50-й. Тюльпанчики Юрьевичу подарили. Тюльпанчики Юрьевичу подарили. И... Да, я переверну твой глаз. И вот такие вот 10 граммов золота. 585-й проблему. Вечером, ну извините. У нас у каждого. В общем, мы теперь официально в статусе лидера. Мы спикеры. Причем были аж два раза. Давай еще. Обис. Обис. Много-много раз сегодня выходили на сцену. Мы официальный победитель в программе путешествий. Мы, мы, мы. Ребят, что мы-то? Вы-то как? Вы как пережили? О, да. Вы, друзья. Смотрите, вот там тусня, да. Народ только вышел из зала. К сожалению, у нас несколько человек вынуждены были уехать. Они тупо не рассчитали рейс. Они думали, что закончится раньше. Но такие мероприятия всегда идут. Отойдем, отойдем. Подожди, тут вот. Тут чокнутся с нашей камерой хотят. С нашими подписчиками. До встречи в Питере. Ой. Здравствуйте. Девочки, поздравляю. Вы только что попали на Ютуб. Уже с 80 тысячами подписчиков. Крутяк. 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 Это наши. Такие ошалелые, это наши. А если серьезно, я на пятом событии, на этом событии. На четвертом. На четвертом событии. Вот это у нас еще кого-то, я не знаю. Подожди, он меньше тебя захватил. На пятом, на пятом. Татьяна Филовича там вот сегодня. Да, мы сейчас поправим. Ну и что, следил по кучу, надо следить по убрать. Мы на пятом событии компании. За полное два года. И за это время я, вот это событие, я как в башке ступунки, честно, снова. Я не понимаю вообще, что сейчас происходит. Кто я где, а сейчас куда-то повезут на 64 этаж? Ну мы да, мы вам покажем это. Мы с нами, кстати, поехали. Я к чему я кланю. Я просто работал так. Я работал в течение года. Получал деньги. Понимаешь, я уже... И маленькие. Вот это великий человек, ребята. Да, он большой, ему пиджак не сходится, поэтому он велик. Он как минимум наш сосед по гостинице, он живет через стенку. И он слышит все наши храпы. Точно. А мы с ним, кстати, это... Подготовки к этому тренингу. Мы соревнуемся, кто более мелодичный мурлыкает. Я сидел в течение с самого могу пересказать. Ты меня выгоняешь из туалета. Какие-нибудь темные подробности. Вот что значит сосед по гостинице. Все рассказал на весь мир. Почему? Почему так идем вести? Не знаю. У меня знали технические. Не-не-не. Нормально. Сережа, иди. Повязалась жизнь. Иди. Интервью этого человека вы можете увидеть на нашем втором канале про ЗОЖ. Да, рекомендую посмотреть вообще. Я очень его уважаю. Сергей Петербург. Педиатр. Он вообще с самого основания в компании. Он пришел сюда именно как специалист. Пришел за продуктом. Чтобы помогать своим трем детям расти. И детям своих пациентов. Он из Севастополя. Лидер в очень классном ранге. Уже на заслуженном отдыхе. Кайф входит в удовольствие на море. Вот и продолжение диалога у нас перебил. Я вот все сравниваю опять аналогией линейной и сетевой. Мы в Икеа работаем ради работы. Икеа нас не благодарит, что мы делаем товарооборот ей. Мы делаем ей рекламу, товарооборот. Ну и не знаю. Ну на руках ее носим. А она говорит перекусы. И пошли туда. И мы к этому привыкли за 10 лет. Мне кажется, я не смотрю, я такой страшный. Ну вот так вот. Я нас опять отмекаю. Мы помним. Это управляющая компания. А вы попали в нашу. Я так поняла. А ну мы только начинаем снимать и нас кто-то постоянно отвлекает. И через две минуты будем в автобусе. Будем три секундочки и мы идем. Все. И мы привыкли уже за это время не получать никакой благодарности. Ну кроме зарплаты. То, что приносит нам клиент на свои деньги. А тут я даже плакаю. А здесь, ребят, есть все. Здесь есть продукт, который помогает другим людям. Помогает нам. Вы видите наши изменения. Кстати, очень многие в команде пришли именно на наши внешние изменения. На то, как мы выросли. Вы видели даже некоторую часть наших подписчиков. А эти подписчики стали уже нашими партнерами. Которые уже... И хорошими друзьями. Ну друзья, это само собой. Они еще хорошо начали зарабатывать. Ребят, здесь есть все. Здесь есть признание. Здесь есть охрененные продукты, которые помогают людям. Вот сейчас президентом озвучил фокус во ближайшие полгода. Мы сажаем 25 гектар кедра по всему миру. Для чего? Для того, чтобы после нас... Никогда. Для того, чтобы после нас осталось наследие. Не для того, чтобы заработали мы, а для того, чтобы отдать природе. Ребят, вы когда-нибудь задумывались о таких вещах? Вы видели маленькие куски, которые Дима при монтаже вставил? Ну и знаешь, что получится? Встречают руководство компании. Простите, но я такого не видела. Нигде. Ее на руках носят. Это золото. Понимаете, когда она тебя обнимает, смотрит в глаза, и ты понимаешь, что нет ничего невозможного. Почему? Потому что она сама эту компанию с нуля за 25 лет вывела в топ MLM продаж. И даже, знаете, у людей очень часто один вопрос такой. Почему за количество возражений эту порчу снять? А почему у Сибирска не продается в аптеках? Ребята, я вам покупать продукт с наценкой в три раза. Если можно покупать его напрямую с завода, напрямую с завода. Да, у каждого бизнеса есть наценка, это логично, любой бизнес должен быть рентабельный. Но президент вкладывает не в яхты своих, в заводы, газеты, пароходы. Она вкладывает обратно в людей, в ресурс, в планету. И когда вьетнамцы сегодня говорили, что ребята, это Сибирь. Там растения от минус 40 до плюс 40. Там охрененное сырье. Там чистейшая производство. Там все мировые стандарты. И они шаражат. Мне честно, мне обидно за державу, мне обидно за людей. А наши говорят, фу, сетевую. Ребята, вы поймите, что давно уже все продвигается с помощью сетевых. 21 век, ребята, хватит жить с лопатой в руках. Уже есть телефоны. А мы пошли на самфировую вечеринку. Ждите вас с нами, подписывайтесь. Ну а с собой возьмем.